приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что узнаете этот домик я сама его с трудом сейчас узнаю не было видео два дня вчера хотела снять видео но случилось случился один счастливый звонок и не смогла снять это видео но сегодня расскажу что же за звонок что у меня поменялось и какие планы на будущее ну во первых хочу поблагодарить вас дорогие мои друзья дорогие подписчики за ваши теплые отзывы за то что вы ждете мои видео за то что напоминаете мне что надо были на уже снять видео два дня не было видео уже поступают комментарии лена куда пропала как же мне приятно это читать как же мне приятно это слышать в общем друзья конечно же по мере возможности стараюсь буду стараться снимать видео чаще но вот говорю вчера хотела снять видео здесь поступил звонок что вы дома конечно дома я сейчас всегда дома но мы едем к вам делать потолки я сейчас пока показываю вам потолки вот в таком приглушенном свете конечно же потом расскажу и покажу как это выглядит с чем столкнулись ну и конечно же расскажу о прекрасных мастерах которые это мне делали зовут их андрей и виталик андрей акименко и климов виталик ребята вы просто молодцы вы настоящие специалисты и очень хорошие ребята вчера буквально за да я не знаю наверно часа за три натянули мне две комнаты вот так вот это выглядит и вот такая эта красота повесили также люстру сейчас вот я пройду вот сюда вот в эту комнату здесь с пульта сейчас друзья расскажу еще об этих люстрах вот такой вот пульт сейчас я нажму и это люстра включается с пульта вот так вот выключаем вот так вот она выглядит и конечно она работает просто от выключателя но и из пульта это настоящая светотерапия здесь есть буквально все цвета радуги вплоть даже до красного в общем каждый охотник желает знать где сидит фазан все все цвета радуги вот и еще регулируется яркость вот это самый яркий на пультике нажимаем вот так вот и свет видите начинает преломляться и как бы все меньше меньше тише тише хотим опять яркий одним движением руки нажимаем вот сюда на центральную кнопочку и все меняется здесь есть также холодные оттенки теплые оттенки ну и все цвета радуги в общем я очень довольна сейчас покажу не смотрите на эту арку все здесь будет красиво вот так вот натянут потолок но здесь в этой комнате я ребят просила чтобы они мне сделали не по уровню потому что вот куда сейчас смотрит камера в том месте будет стоять шкаф паула вот через две недели должен быть готов приедет пока мы с лёшиком пол здесь постели может быть стены выровняем в оставшейся комнате вот та комната напоминает о старом как выглядел дом раньше здесь мы будем опять выравнивать гипсокартоном ну вот вы видите эти стены не просто волной конечно же прятать будем вот эту проводку но раньше было во всем доме так короче это последняя точка в этом доме но нет еще там прихожая будет но там как-то не так страшно как здесь снимать будем вот этот потолок эти панели они нам тоже пригодятся кстати панели здесь мдф хорошего качества я думаю что я найду куда их применить возможно даже в летнюю кухню ну и давайте сейчас пройдем в нашу спальню я буквально полчаса назад вытащила самостоятельно диван как вы помните здесь стоял диван поставила на кухню но а тот диван который стоял на кухне поставила вот в ту дальнюю как раз комнату где только что были очень захотела мне чтобы здесь уже был простор в спальне посмотрите какая она стала просторная как не как в ней стало хорошо дышать в общем друзья я очень довольна работой ребят андрея и виталия вот посмотрите здесь какая красота это тоже самый яркий свет прям даже режет глаз наверное по праздникам как какие-то торжества можно здесь включать этот свет вот посмотрите на работу все ровненько все хорошо и еще хочу друзья сказать я вы мне там будете знаю что будете писать а где же потолочный плинтус его здесь не будет или карниз я так решила пока что побудет так мне ничего не стоит потом его приклеить но я считаю что потолки достаточно низкие поэтому еще уменьшать пространство этим карнизом но как-то будет наверное не очень хорошо по мне вот сейчас все прекрасно смотрится мне нравится да здесь все по уровню сделали вот там где обои там потерялась всего пять шесть сантиметров а сюда в эту сторону где-то сантиметров 15 но вы знаете я не слишком как бы ощутила что слишком опустился потолок нет все замечательно потолок здесь сатин матовый давайте сейчас покажу как переключается в каких положениях сейчас выключили вот так вот посмотрите эту люстру я заказывала на вал баристу его 3 500 3 555 по моему вот такая цена была сейчас она смотрела даже дешевле 3 240 что-то такое очень хорошая люстра если низкие потолки она вот прям ну то что нужно вот такая летающая тарелка у меня здесь теперь в спальне сейчас я покажу как вот самый яркий то есть выключаем и сразу меняется свет и меняется люстра к сожалению камера не передает но люстра просто действительно становится совершенно другой выключаем еще включаем теперь по-другому она светит опять же не могу показать в общем камера совсем не показывает то что видит глаз в общем здесь получается 4 вот холодный вот так вот выглядит комната в холодном свете здесь четыре положения света яркий немножко тусклый холодный и там как-то по-другому включаются эти светодиодные светильники эти лампочки она светодиодная эта люстра думаю что немного будет тянуть электричество так купила я вам уже говорила что я купила этот комод это спальня паула покупала здесь уже с витрины в магазине строй дом она сверглова 7 там где озон вот уже собранный денис мне его привез сначала было запакованный но когда прошли все вот эти вот пыльные работы я не выдержала и конечно же пленку сняла ну и поставила и уже пользуемся здесь будут документы у меня я так решила вот никаких здесь особых таких вещей не будет вещи будут лежать в шкафу который вот через две недели будет я думаю что у меня то есть едет шкаф готовится шкаф к выезду и вот такие две тумбочки то есть будет набор спальный набор паула кроме кровати кровать будет у меня со старой квартиры ну и конечно же повесила вот эти рамки портреты попалась одна мне бракованная но уже менять не буду я знаю как это сделать красочкой закрашу да и все вот из трех рамок попалась вот одна вот такая вот эту штуку покупала фикс прайсе розы фикс прайс ваза это это не ваза это на самом деле барабан вот этот с верблюдами это дочь привозила с туниса был вот такой большой и маленький большой на по моему кому-то подарила маленький вот достался мне вот это тоже для палочек китайских я иногда люблю баловаться такой такими штучками в общем этот сундучок очень очень пахнет ему много лет и там все ароматы все запахи я не знаю что это за дерево но очень старая вещь тоже мне это дарили ну а это тоже лампа из фикс прайса так что вот так вот немножечко покажу вам корзину вот эту я еще не разгребла новый год закончился в меня он все продолжается это мои подделки также из фикс прайса вы помните что я делала светильничек из этой из этого ящичка под вино здесь тоже живут розы ну в общем друзья когда горит только этот свет без верхнего очень красиво и сегодня я еще сделала самостоятельно вот такой карниз для штор сделала я его из того карниза который здесь был покрасила краской вот эту трубу а то риды сыжен вот эта французская краска которой я крашу кухню и все сначала даже вот эти набалдашники красила но потом поняла что так даже интересней то есть я хотела все в одном цвете вот в этом перекрасить всю эту пластмассу вот эта краска друзья с очень хорошим покрытием она красит все даже пластмассу даже металл ну и конечно же дерево для чего она и предназначена штора это в рамках сотрудничества высылал мне интернет-магазин юшик где-то есть обзор кто заинтересовался найдете в плейлист это обзоры моих любимых магазинов и там вот это вот штура но если кому-то очень хочется пишите в комментариях я найду ссылочку на эту штуру если конечно же она еще есть в наличии по осени еще даже мы сюда не переехали вот штура мне уже пришла то есть я ее еще получала в москве значит других штор здесь не будет кроме как вот эти вот рулоны и вот это тюль я не хочу вот эти тяжелые шторы как-то они будут воровать пространство мне хочется простора хочется какой-то воздушности что ли да помните вот эти корзиночки это тоже дешевые корзинки фикс прайс розочку покупала на варберис ну и там конечно же кошачий наполнитель вместо земли вот так вот красиво смотрится эти две корзиночки часы тоже фикс прайс вот эту коробочку я вязала еще в москве но уже для этого дома я уже знала в общем это думала я что это будет хлебница но в итоге получилось просто корзинка для красоты для всяких мелочей да еще успел лёшек когда приезжал на один день когда мы стелили этот пол он успел прикрепить вот одно бра скоро он опять приезжает и уже на 5 дней так что конечно же мы успеем прикрепить вторую бра еще нужно собрать вот эту лампу ну это и это я сама соберу очень удобная бра это магазин икея вот можно менять направление если мы вот так вот делаем то получается вот такой рассеянный свет ну а если вот так то это я буду в этом положении вязать вязать конечно же друзья будем вы мне там спрашиваете лена между ремонтом вы вяжете нет пока мне не вяжется пока хочется сделать побыстрее ремонт чтобы потом в уютном доме вязать так что вот так вот сейчас я пройду в другой угол чтобы вы увидели как со всех сторон смотрится наша спальня но в общем друзья мне все нравится дом начинает преображаться дом очень светлый уютный да еще вот когда ребята вчера натянули потолки я сразу почувствовала что стало тепло я даже котел делала на 50 градусов и температура в доме не изменилось то есть вот эти натяжные потолки это еще хорошее утепление крыши так скажем да вот конечно же мы будем по весне утеплять крышу минватой это уже мы с лёшиком обсуждали но хочу сказать что потолки натяжные тоже очень хорошо держит тепло так что друзья если вам понравилась работа мастеров андрея и виталика я оставлю телефон и под этим видео или пишите в сообщениях конечно же поделюсь с удовольствием очень хорошие ребята и по нормальной доступной цене единственное содержалось со временем но потому что андрей заболел модной болезнью и конечно же мы ждали когда он поправится а так ребята очень хорошие мастера живут в кривополя не так что кому понравилось обращайтесь там конечно у них не могу сказать что если вы позвоните я не завтра к вам приедут потому что хорошие мастера на расхват но тем не менее я думаю что можно подождать вообще в глубинке очень сложно найти хорошего мастера давайте еще покажу вам этот карниз видите обычно просто покрашенная труба немножко укоротила я вот здесь вот штангу чтоб она поближе прилегала к стене не воровала пространство и прикрутила по уровню натягивала после ребят кстати осталось и нитка и она мне пригодилась я тоже все сделала по уровню натянула сначала прикрутила здесь саморез потом прикрутила вот в той точке дальний саморез вычислила центр и натянула нить и по этой нити потом делала вот этот цепляла прикручивала этот карниз ну по моему очень хорошо вписался вчера меня виталик даже возил в магазин хотели купить карниз который цепляется именно к потолку но вот эти пластмассовые штуки пластмассовые крючки мне не нравится как они там двигаются и потом у меня шторы с люверсами и мне очень нравится как вот это вот все очень легко движется легко снимается для стирки и это не делает мне нервы в общем проездили и я ничего не купила и говорю ребята натягивайте полностью без вот этого вкладыша под этот карниз который к потолку я потом сама либо куплю либо сделаю ну в общем сэкономила где-то две с половиной тысячи и к тому же те карнизы которые я увидела в магазине мне честно говоря не понравились во первых там тяжелая труба и она тонкая а мне хотелось чтобы труба была одну так скажем потолще так что друзья вот такая красота красивая а еще что я сегодня сделала я еще приклеила вот здесь вот вот эти молды видите как сейчас красиво уже законченный вид у этих обоев молды я сажала на клей титан просто измерила расстояние от потолка до пола и отпилила пилой по металлу этот молд и потом намазала клеем титаном приложила скотчем монтажным скотчем все это дело приклеила чтобы мне не держать и со временем все приклеилось вот его прям не оторвать этот клей титан очень очень хороший и литровая бутылка по вам 250 рублей в кривополяне я покупала там он везде есть в любом строительном магазине вот вписался кстати здесь очень хорошо вписался вот этот пледик короче вот такая сейчас спальня ну а теперь давайте по мелочи покажу что я еще сделала и на этом наверно буду заканчивать это уже видео 21 минута вот перетащины мною диван как я его тащила это одному богу известно кстати вы спрашивали по поводу прочности кварц винила очень прочный я даже диван ну вы понимаете что я не могла его приподнять я его тащила никаких царапин ничего на кварц виниле не остается так что рекомендую это покрытие конечно здесь этот диван стоять не будет очень громоздко занимает много места я потом покажу где будет стоять этот диван но пока что временно вот он у нас здесь значит я занимаюсь еще кухней вот так вот выглядит сейчас кухня это еще не финишный вариант еще вот это нужно покрыть разочек пройтись валика но это наверное уже можно лачить хотя может быть вот я вижу здесь вот немножко такая просить пятно наверное еще раз пока пройдусь красочка этой а то редисы жен и все верхняя часть вот там где прикручены ручки это конечно же уже все готово и вот посмотрите вчера кстати ребята приехали я их ну по окончании работы угощаю кофе они говорят о вы уже и кухню собрали их говорю ребят это старая кухня как старая кухня они очень удивились ну вот ну и спросили что за краска я показала эту краску так что друзья они как бы не из дешевых красочка но извините кухня новая тоже стоит очень дорого так что летом когда построится наша летняя кухня часть вот этой пойдет в летнюю кухню а какая-то часть пойдет в мой рабочий уголок так что вот такая красота до светлая тона это конечно же очень расширяет пространство и это даже если сейчас выключить свет вот смотрите казалось бы в темноте она просто светится сейчас включу вот эту бра и вот посмотрите как красиво смотрится эта кухня до свет конечно расширяет пространство что еще я сделала помните я говорила что мне не хватает вот этой вот одной рамочки вот эту одну рамочку заменила вот эта рамочка вот эта баночка из-под грибочков куплено в светофоре кстати очень вкусные грибы опять кошачий наполнитель немножко мешковины розы из фикс прайса и вам готов красивый горшочек с розочкой по-моему очень хорошо сюда вписался и не нужно больше ничего покупать вот так вот сейчас смотрится это галерея из картин ну что друзья потихонечку дом преображается по мне так очень красиво мне очень нравится результат конечно же это еще не окончание еще придут две тумбочки вот там где сейчас стоят белые кухонные стулья придут два зеркала и тогда спальня уже будет так скажем в законченном виде хотела сюда ковер но ковер куплен на сюда мне стелить его как-то уже не хочется с таким красивым полом даже не хочется честно говоря стелить ковер ковер пойдет скорее всего вот в ту комнату где будет стоять диван кровать с механизмом дельфин тот что я покупала в хов вот пожалуй все новости на сегодня я надеюсь вам понравилось уж что-то вы для себя взяли но хотя бы вот то что можно своими руками просто за несколько часов да даже за час наверное покрасить пластмассовый карниз самый дешевый да я еще потом лаком покрывала забыла друзья вам сказать и все вуаля ваши деньги сэкономлены и такого карниза уж точно ни у кого не будет все мои хорошие на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена сидникова пока пока